Сегодня Галине Гороховой исполнилось 80 лет. Всю свою жизнь олимпийская чемпионка посвятила фехтованию. По ее мнению, здоровый образ жизни и активная жизненная позиция – это ключ к успеху. В свой день рождения настоящая легенда олимпийских игр встретилась с юными спортсменами. Как отмечает заслуженный тренер, у них есть большой потенциал, чтобы стать чемпионами. Я вижу, что им очень интересно это. Они внимательно всех слушают. Они улавливают каждое слово сказанное им. И потом, я думаю, что это будет стимул к тому, чтобы регулярно ходить и заниматься, для того, чтобы достигнуть каких-то успехов в том виде, который они выбрали. Потому что вот здесь вот именно они выбрали их. Никто там из родителей не привел. Преемственность поколений – одна из главных целей Всероссийской благотворительной программы. По мнению организаторов, дети должны общаться с героями отечественного спорта. Из первых уст воспитанники детско-юношеской спортивной школы номер один узнали о победах наших сборных на Олимпиадах и смогли посоветоваться об эффективности их тренировок. Сейчас у наших юных спортсменов города есть уникальная возможность прикоснуться, наверное, к спортивным легендам. Увидеть то, ради чего, может быть, лишаются детства. Вместо того, чтобы играть там со свежниками, ходят на тренировки. По 6-8 часов в день пропадают на спортивных объектах. Но с другой стороны, наверное, все-таки защита чести и своего маленького населенного пункта, муниципального образования, да и Российской Федерации, придает силы для того, чтобы стремиться, дерзать и достигать новых побед и свершений. Управление спорта города-курорта хочет заключить соглашение с олимпийскими спортсменами на регулярное проведение встреч. Самые активные школьники получили заслуженные грамоты и значки ГТО из рук их кумиров. Спортивный праздник традиционно завершился играми и командной эстафетой. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа. Регион.